Какие тайны скрывает прошлое? Как изменит жизнь технологии будущего? То, что казалось фантастикой вчера, может стать реальностью завтра. И об этом мы расскажем сегодня. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Китайский самолет-амфибия создан по проектам советских инженеров. Как отечественные разработки попали в Поднебесную? И зачем китайцам гидросамолеты на самом деле? Они построили свой экономический успех, экономическое чудо, на копировании. Невидимая пуля. Исследователи разгадали тайну смертей немецких шпионов. Кто убивал агентов Третьего Рейха? Во всех случаях не нашли ни пуль, ни гильз. Все помещения, где произошли убийства, были заперты изнутри. Алхимики на службе у НКВД. Исследователи нашли доказательства поисков философского камня учеными из СССР. Каких успехов добились специалисты из секретной лаборатории? И вполне вероятно, что этой лаборатории удалось все-таки создать некое алхимическое золото, с помощью которого мы как раз и расплачивались за оружие и за технику, которая поставлялась по линдлизу. Пропавшие в Панаме исследователи нашли разгадку таинственного исчезновения голландских студенток в джунглях. Что на самом деле произошло с девушками? Девчонки, наверное, оказались в ненужном месте, не в нужный час. Может быть, заметили караван, который осуществлял переброску большой партии наркотиков. Тайна Черной Марии. Кем была придворная гадалка Наполеона и что она предвекла людям 21 века? Почему французский император изгнал ее из Парижа? Она просто видела то, что ей давали увидеть. То, что было уже записано в книге судеб, и нельзя было изменить. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Китае военные приступили к испытаниям крупнейшего в мире самолета-амфибии АГ-600. Машину создали для спасателей и тушения лесных пожаров. Удивительно, но по словам отечественных специалистов, китайская новинка во многом повторяет разработку советских авиаконструкторов, созданный перед распадом СССР самолет «Альбатрос». Тогда из-за нехватки бюджета и политической неразберихи проект положили на полку. Но как наши разработки попали к конструкторам из Поднебесной? И зачем Китаю на самом деле понадобились самолеты-амфибии? Амфибию АГ-600 называют самолетом апокалипсиса. Эта машина может участвовать в спецоперациях на воде и бороться с огненным штормом. По размерам китайская амфибия не уступает Боингу 737. Самолет садится и взлетает как с поверхности воды, так и с обычного аэродрома. Он способен набрать до 12 тонн воды за 20 секунд. Однако отечественные конструкторы заметили, Эта разработка на самом деле всего лишь усовершенствованный советский самолет конца 80-х А-40 «Альбатрос». Так называемая амфибия апокалипсиса. Рассчитывалось так, что в пределах 500, 600, даже до 700 человек мог брать на борт этот самолет. Это его тоже уникальность. Впервые это широкофюзеляжный самолет. Многоместный такой, больших объемов и больших возможностей. Ну, он 60 тонн практически мог брать только груза на свой борт. «Альбатрос» рассчитан на настоящий потоп. В воде ему не страшны волны до 3,5 метров и шквалистый ветер. Дальность полета машины свыше 5000 километров. Самолет оснащен реактивными торпедами. Но как наши разработки А-40 оказались у китайцев? В 50-х годах прошлого века КНР и СССР заключили договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. После этого Кремль помог Пекину буквально с нуля построить всю оборонную промышленность. Заводы, научные центры и испытательные полигоны. Наша страна делилась своими разработками с Китаем вплоть до распада СССР. Китайские являются практически точными копиями все боевые платформы российских. Собственных боевых платформ у Китая до сегодняшнего дня не было и завтра не будет. Они построили свой экономический успех, экономическое чудо, на копировании. Однако советские инженеры не были первыми, кто решил создать гидросамолет-гигант. В США еще во время Второй мировой войны Говард Хьюз, знаменитый конструктор-мечтатель, разработал деревянную амфибию – гидросамолет «Геркулес». Он сказал, мы должны взлететь. Показатели были только 50%. Но он сказал, начнем с 50, 20, 30, 40, 50 и так до сотни. Он взлетел. Он взлетел лишь однажды. Геркулес полностью сделан из дерева без единого гвоздя. Размах его крыльев – 100 метров. Через специальные проходы можно было ремонтировать двигатели прямо в полете. На борт машина брала два батальона пехоты с оружием и несколько легких танков. На ней во время Второй мировой войны США хотели перебрасывать в Европу войска и технику. Этот самолет мог летать примерно на 5,5 тысяч километров. По тем временам это действительно много. И представьте себе, 750 десантников перебрасываются прямо сразу через Атлантический океан для выполнения никаких задач. Однако самолет удалось закончить только к 1947 году. Он обошелся США в 22 миллиона долларов и еще 18 миллионов. Вложил его создатель Говард Хьюз. Первый и последний раз Геркулес поднялся в небо 2 ноября 1947 года. Он пролетел всего 2 километра вдоль побережья Лос-Анджелеса. Сегодня это главный экспонат Музея авиации в Орегоне. Конспирологи считают, у спецслужб есть машина времени. По словам экспертов, за последние 100 лет в мире было совершено несколько загадочных убийств шпионов. Почерк во всех случаях один и тот же. Специалисты утверждают, что неизвестный убийца появлялся из ниоткуда, стрелял и сразу же куда-то исчезал. При этом на месте преступления не находили ни гильз, ни следов пули. Но неужели такое возможно? Кто на самом деле стоит за таинственной расправой над агентами? И откуда в 20-х годах прошлого века могло взяться оружие, не оставляющее никаких следов? Шпион и молодой повеса Джозеф Элвилл считался нью-йоркским Казановой. Через своих возлюбленных, жен высокопоставленных чиновников, он добывал важные государственные тайны, которые затем продавал немецкой разведке. Но 11 июня 1920 года горничная обнаружила Элвилла застреленным в своем кабинете. Точно так же были убиты еще два человека. В 1933 году Эрик Ян Ханусен, личный предсказатель Адольфа Гитлера. А в 1943 в швейцарской столице Берне неизвестный застрелил немецкого агента, певицу и актрису Клару Бауэру. Во всех случаях не нашли ни пуль, ни гильз. Все помещения, где произошли убийства, были заперты изнутри. Между ними примерно 10 лет прошло. Но вот по характеру они выглядят так, словно это сделал один и тот же человек. Кстати, во всех случаях так и не нашли настоящих убийц. По словам исследователей, загадочный киллер появлялся в закрытом помещении, словно из воздуха, стрелял в жертву, а потом буквально растворялся. Но самое главное, идентифицировать оружие было невозможно, так как пуль попросту не было. Но как такое вообще может быть? Исследователи аномальных явлений уверены, таинственный убийца приходил к своим жертвам из будущего с помощью машины времени. По мнению конспирологов, все погибшие были связаны с немецкой разведкой. И возможно, таким образом некие спецслужбы пытались помешать победе гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Если такая машина и правда есть, то логично, что люди захотели бы вернуться в прошлое и изменить ход истории, попытаться остановить Гитлера до того, как нацизм перерос во Вторую мировую войну, или помешать ему выиграть. Но в этом кроется также определенный риск. Вы можете разрушить весь мир. Эксперты по аномальным явлениям считают, что убийца агентов Третьего рейха путешественник во времени из 70-х годов, а его оружием мог быть экспериментальный советский пистолет ВАГ-73. Это оружие в 1973 году создал конструктор Владимир Герасименко. Особенность его конструкции в том, что во время выстрела порох сгорает, не оставляя следов. Идеальный пистолет для шпионов и диверсантов. Его автор, Владимир Герасименко, в качестве, скажем так, хобби, он занимался конструированием оружия. У него это не один такой образец. В этом пистолете очень интересный был магазин. На 48 патронов пистолет был автоматический. Что интересно. То есть он мог стрелять одиночными, мог стрелять очередями, причем с очень высоким темпом. По версии исследователей, если зарядить это оружие так называемыми ледяными патронами, оно способно убить человека, не оставив следа. В теле жертвы ледяная пуля просто растает. Однако военные эксперты утверждают, дальше опытного образца пистолет Герасименко не пошел. А машина времени и пули изо льда и вовсе фантастика. К тому же специалисты доказали, ледяные патроны настолько хрупкие, что их невозможно зарядить в обойму. Но даже если произвести выстрел все-таки получится, человека убить не удастся. Максимум, на что способна такая пуля, оставить на коже небольшой синяк. Далее в программе. Алхимики на службе у НКВД. Исследователи нашли доказательства поисков философского камня учеными из СССР. Каких успехов добились специалисты из секретной лаборатории? И вполне вероятно, что этой лаборатории удалось все-таки создать некое алхимическое золото, с помощью которого мы как раз и расплачивались за оружие и за технику, которая поставлялась по линдизу. Пчелы-убийцы атакуют людей. Откуда взялись насекомые-мутанты и чем они угрожают человечеству? Эта порода, она на расстоянии 5-7 метров уже начинает нападать. То есть к улью подходить вообще нельзя. Проклятие африканского озера Фундудзи. Какие монстры обитают в глубинах водоема? И почему местные жители боятся подходить к его берегам? Люди, которые отхлебывают эту воду или заходят в нее слегка, покрываются струбьями моментально? Неизвестная история ирландского склепа Нью-Грейдж. Кто построил зловещий памятник и кого похоронили в его стенах? Почему исследователи считают его вратами в потусторонний мир? Множественные исследования при помощи счетчиков Гейгера и ультразвуковых детекторов подтверждают аномальные пульсации в пределах каменных холец? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В интернете появились рассекреченные документы советских спецслужб. По словам ученых, они доказывают, что до Великой Отечественной войны в СССР велись оккультные исследования и существовал некий проект «Андроген». Якобы советские академики изучали рукописи средневековых алхимиков в поисках рецепта создания золота в лабораторных условиях. Эксперты утверждают, что руководителем работ был академик Савельев, а лаборатория, где проводились так называемые алхимические опыты, находилась недалеко от Москвы, в дачном поселке Красково. Удалось ли советским ученым найти легендарный философский камень и чем они там занимались в действительности? В 1933 году в СССР для поиска философского камня создали спецгруппу «Андроген». Руководителем проекта назначили некоего Бориса Зубакина. Он подбирал специалистов. По мнению исследователей, за всеми разработками следил сотрудник особого отдела НКВД Евгений Власов. Но зачем спецслужбам понадобился философский камень? В 30-е годы была необходимость добычи золота. То есть помимо того, что золото стали добывать в больших регионах, на Колыме, на Сибири, значит, было такое предложение со стороны Минжинского организовать лабораторию секретную с целью получения философского камня и добычи золота с помощью алхимии. Из архивов следует, что непосредственно научными изысканиями руководил академик Сергей Савельев. Однако исследователям так и не удалось найти какие-либо сведения об этом человеке. Эксперты предполагают, имена сотрудников, указанные в документах, вымышленные. Под псевдонимами могли скрываться видные деятели науки. Они написали письмо Генриху Ягоди о том, что они просят расширить группу до довольно большого количества людей, плюс аппаратура, лабораторное оборудование, плюс поездка в Европу, чтобы они могли там эти все рукописи изучать подробно. В поисках рецепта философского камня ученые Андрогена изучали древние рукописи и религиозные труды. В материалах сохранились расшифровки их бесед с западными исследователями. Интересный еще факт то, что в этих материалах, например, отображались такие ингредиенты, как там роса, собранная в новолунии на лугах клевера. То есть это отражает как бы понимание и философского смысла, вот создания философского камня и, допустим, каких-то древних познаний именно в той энергетике, тонкой энергетике, которая должна была быть присуща вот этому конечному продукту. В 1934 году академик Савельев получил от начальника секретариата НКВД Павла Буланова приказ в течение трех дней подготовить для членов ЦК и лично товарища Сталина отчет о проделанной работе. Кроме того, в письме говорилось, что в дальнейшем на базе спецгруппы Андроген планируют открыть целый институт. Савельев написал большое письмо, где, так сказать, оно было такое лирическое, что ли, непривычное для докладов НКВД, где он там говорил о том, что он не спит, что ему снится, что он добьется каких-то необычных решений и возможностей, если ему дадут еще полгода. Но ему не дали. И ему дали всего между трех дней один день, чтобы он доложил. В докладе, предоставленном Савельевым, действительно описан некий процесс изготовления. Неизвестное вещество, так называемое молоко Богородицы, необходимо вываривать в течение трех месяцев до получения ярко-красного плотного камня, из которого якобы можно выделить золото. По мнению академика, это и есть рецепт легендарного философского камня. Однако, где взять загадочное молоко, в документах не говорится. Но самое удивительное, после отчета спецгруппе «Андроген» выделили комплекс зданий на станции «Мамонтовская». Более того, наркомат финансов обязали предоставить исследователям для опытов золото и серебро высшей пробы, а также редкие минералы и металлы. Но значит ли это, что Савельев на самом деле смог найти рецепт создания золота? Ну вот после войны оказалось, что в запасниках у нас 2500 тонн осталось. То есть, каким образом возникли эти 2500 тонн? И вполне вероятно, что этой лаборатории удалось все-таки создать вот некое алхимическое золото, с помощью которого мы как раз и расплачивались за оружие и за технику, которая поставлялась по Ленд-Лизу. Однако, после смерти Сталина проект «Андроген» закрыли. Официально спецслужбы до сих пор не признают существование этой лаборатории. Пчелы-убийцы атакуют. Специалисты сообщают, что их жертвами стали уже десятки тысяч человек по всему миру. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на родине насекомых в Бразилии и Колумбии. Однако, пчелы расширяют свой ареал обитания. Их появление уже заметили в США и Аргентине. Могут ли насекомые убийцы стать угрозой для жителей России? Почему они атакуют людей? В Аризоне пчелы-убийцы до смерти покусали ландшафтного дизайнера. Рой насекомых напал на мужчину во время работы в саду. Смерть наступила в течение нескольких минут. Врачи оказались бессильны. Специалисты утверждают, мужчина стал жертвой необычной породы пчел-гибридов смеси европейской и африканской особей. Но откуда они взялись на американском континенте? Африканизированная пчела это пчела, которая ведет свое происхождение непосредственно с самой Африки. Она очень сильно отличается от своих европейских, американских, азиатских собратьев. Во-первых, эта пчела более крупная по размеру. Во-вторых, она обладает большой медоносностью. И когда ученые узнали о ней, естественно, решили попробовать это использовать в целях улучшения собственных пород пчел. В 1956 году по просьбе бразильского генетика Уорика Кера в лабораторию рядом с городом Рио-Клару завезли африканских пчел для скрещивания с европейскими видами. В результате эксперимента появились сверхпроизводительные пчелы-гибриды. Однако новый вид насекомых отличался повышенной агрессией, а их яд высокой токсичностью. Эта порода, она на расстоянии 5-7 метров уже начинает нападать. То есть к улю подходить вообще нельзя. На движущиеся какие-то предметы, там, животное, техника, без разницы, на что все, что движется, они нападают. Чтобы контролировать популяцию опасных гибридов, Уорик Кер установил в ульях особые заслонки. Рабочие пчелы легко проходили сквозь них, а вот матки и трутни оказались заперты в специальных отделениях. Но однажды кто-то из сотрудников случайно сдвинул перегородки. По случайности, по халатности были упущены из экспериментального сфекционного улья пчелы в дикую среду. Причем покинуло улья одновременно 26 новых семей. Кер надеялся, что в незнакомом окружении пчелы быстро погибнут. Но он ошибся. Скрещиваясь с трутнями обычных пчел, гибриды активно размножались, создавая еще более ядовитый вид. Пчелы, привезенные из Африки, были более сильные, менее восприимчивы к заболеванию, очень райливые, то есть в год из-под одной семьи выходит более 50 раев. То есть, ну, нигде в других породах такого не наблюдается. Ученые предупреждают, эти пчелы коллективные убийцы. Они всегда нападают роем, окружают врага, лишают его возможности дышать и только затем жалят. Обычная пчела может ужалить только один раз. В человеке жало застревает, и пчела после того, как ужалила, вырывает из себя жало, отрывает его от себя и гибнет. Вот африконизированная пчела, она к этому устойчива. Она может вырвать жало и ужалить еще раз снова. Поразительно, но, как уверяют энтомологи, пчелы-убийцы быстро перемещаются. Каждый год ареал их обитания увеличивается на 300-500 километров. По словам экспертов, единственным сдерживающим фактором их стремительного размножения стали низкие температуры. Там, где столбик термометра опускается ниже 10 градусов, пчелы-гибриды погибают. Далее в программе. Пропавшие в Панаме исследователи нашли разгадку таинственного исчезновения голландских студенток в джунглях. Что на самом деле произошло с девушками? Девчонки, наверное, оказались в ненужном месте, не в нужный час. Может быть, заметили караван, который осуществлял переброску большой партии наркотиков. Тайна Черной Марии. Кем была придворная гадалка Наполеона и что она предрекла людям 21 века? Почему французский император изгнал ее из Парижа? Она просто видела то, что ей давали увидеть. То, что было уже записано в книге судеб, и нельзя было изменить. Проклятие африканского озера Фундудзи. Какие монстры обитают в глубинах водоема? И почему местные жители боятся подходить к его берегам? Люди, которые отхлебывают эту воду или заходят в нее слегка, покрываются струбьями моментально. Неизвестная история ирландского склепа Нью-Грейдж. Кто построил зловещий памятник и кого похоронили в его стенах? Почему исследователи считают его вратами в потусторонний мир? Множественные исследования при помощи счетчиков Гейгера и ультразвуковых детекторов подтверждают аномальные пульсации в пределах каменных холец. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Родственники пропавших в Панаме четыре года назад голландских студенток просят возобновить расследование. В апреле 2014 года Лисанн Фрон и Крис Кремерс исчезли в курортном городке Бакета на склонах Кордильер. Официально считается, что девушки погибли в лесу, куда они отправились по пешеходному маршруту Эль Пианисто. Легкий прогулочный тур по джунглям недалеко от населенных пунктов. Поиски девушек продолжались несколько месяцев. Все, что удалось обнаружить местным следователям, фрагменты костей и личные вещи пропавших, фотоаппарат и мобильные телефоны. По официальной версии, туристки стали жертвами несчастного случая. Но почему родственники погибших не согласны с полицейскими? Что удалось обнаружить на картах памяти, фотоаппарата и телефонов? Какую тайну скрывают жители панамского городка? В этот панамский городок посреди джунглей Лисанфрон и Кристина Кремерс приехали 1 апреля 2014 года. Девушки записались на курс испанского в местную языковую школу, но начало занятий перенесли на неделю. Утром того же дня подруги отправились на пешую прогулку в джунгли и больше живыми их никто не видел. Считается, что туристки заблудились в лесу. Однако через два года после исчезновения голландок их родственники приехали в Бакету, чтобы пройти тем же маршрутом. По словам родного брата Крис, потеряться здесь было просто невозможно. Но что же тогда произошло? Я был там. Это даже на лес не похоже. Просто настоящий парк. Там проложены все тропы, очень много деревень по маршруту. Даже если бы они упали, они смогли бы добраться до людей. Я думаю, это не было несчастным случаем. На первый взгляд на этих трех фотографиях нет ничего особенного. Мусор на камне, обрыв и заросли травы. На последних кадрах и вовсе складывается впечатление, словно кто-то случайно нажал на кнопку. Эти фото все, что удалось восстановить из почти сотни снимков, сделанных девушками после исчезновения. По мнению большинства экспертов, эти кадры доказывают, подруги погибли, заблудившись в лесу. Но тогда кто расчленил их дела и почему поисковый отряд нашел фрагменты костей за десятки километров от туристического маршрута? Все-таки это был не несчастный случай. Тут даже тело не нашли, там черепов даже не нашли. Там был какой-то неприятный инцидент, и власти все преподнесли информацию так, чтобы это все сокрыть. Вот, как бы, у меня других версий нет. Здесь убийство, четкое убийство. Те, кто не оставляет следов, обычно, насколько я знаю, либо свидетели сжигают, либо очень-очень их рубят, то есть расчленяют так, чтобы не было возможности опознать. Следователи местной полиции утверждают, в течение нескольких дней после исчезновения девушки пытались связаться со службой спасения, но сигнал оказался слишком слабым. Там есть информация, что пытались войти в айфон второй девочки. Но так как там был пароль стоял, две подружки, они знают пароль друг от друга. Чужой человек пытался сделать, да? Спустя несколько месяцев после трагедии панамская журналистка Аделита Кориат провела свое расследование. Женщина уверена, в смерти девушек замешан водитель такси Леонардо Мартинес. Он последним видел подруг. По словам мужчины, за пять долларов он отвез Лисан и Крис к началу туристической тропы Эль Пианисто. Кроме того, недалеко от места, где были найдены вещи и останки погибших, живут родственники таксиста. Однако в 2016 году Мартинес погиб при странных обстоятельствах. По официальной версии, во время прогулки у ручья мужчине стало плохо. Якобы он упал в воду и утонул. Его отравили как ненужного свидетеля, который подвозил именно этих девочек. К счастью, проводнику повезло больше. Он их не видел, этих девочек. И проводник остался жив. Но самое удивительное, во время допроса Мартинес утверждал, что не только отвез девушек в джунгли, но и видел их по возвращении с маршрута. Якобы подруги направлялись в свой отель. По словам родственников, приехавших в Панаму, местные жители все время что-то скрывали. Они явно путались в показаниях и противоречили друг другу. Но чего они так боялись? Уже давно считается, что Панама входит в так называемый золотой треугольник у наркодельцов по доставке, избытву наркотиков в Северную Америку. Поэтому девчонки, наверное, оказались в ненужном месте не в нужный час. Может быть, заметили караван, который осуществлял переброску большой партии наркотиков. Просто наркодельцы хотели избавиться от двух ненужных свидетельниц. В Панаме помимо наркоторговли распространен еще бизнес продажи органов. Просто их убили из-за трансплантации органов. Вот и все. Недавно полиция Нидерландов официально закрыла дело. По мнению следователей, последние восстановленные фотографии объясняют все обстоятельства смерти девушек. На одном из кадров крупным планом рыжий волос Крис со следами крови. Предположительно, девушка погибла, сорвавшись с каменного обрыва в темноте. На втором снимке аббревиатура СОС. Эксперты считают, что ее выложила Лисан. Рядом с бумагой зеркальце. Якобы с его помощью фронт пыталась привлечь внимание вертолета поискового отряда. Однако эта версия никак не объясняет, кто и зачем расчленил тела девушек после их смерти. Конспирологи считают, что в архивах французских спецслужб хранятся дневники с предсказаниями легендарной Черной Марии, гадалки самого Наполеона Бонапарта. По легенде, женщина предсказала события будущего вплоть до 22 века. Но что именно француженка увидела в нашем времени? Почему Бонапарт изгнал ведьму из Парижа? И какую цену она заплатила за свой дар предвидения? Вам осталось жить несколько лет, Ваше Величество. Вас ждет гильотина. Такое предсказание Черная Мария, урожденная Ленорман, сделала королеве Франции Марии Антуанетти. Менее чем через 4 года правительницы отрубили голову. Считается, что Черная Мария какие-то там очень плохие вести несет, но она просто видела то, что ей давали увидеть. То, что было уже записано в книге судеб, и нельзя было изменить. Мария Ленорман гадала на картах, предсказывала будущее по цветам и запахам, форме головы и каплям крови, использовала нумерологию и хиромантию. Но как прорицательнице удавалось так точно видеть будущее своих клиентов? У Марии Ленорман было несколько своих агентов. Многое не нужно было, которые в этих салонах много трепались и создавали ей промоушен. А заодно и собирали кое-какую информацию, которая могла бы ей пригодиться для того, чтобы произвести впечатление на легковерную публику. Это, как, знаете, говорят, база по прописке, понимающему достаточно, лучший друг ясновидца. Однако многие исследователи отмечают, главной особенностью Ленорман был дар предсказания смерти. Но как несколько светских болтунов могли добыть такую информацию? Одной из постоянных клиенток Марии была Жозефина Багарне, будущая императрица Франции. По легенде, у Ленорман бывал и сам Наполеон. Якобы женщина даже стала его придворной гадалкой. Она предсказала все его победы. Но когда ясновидящая сообщила императору о грядущем поражении в войне 1812 года, монарх приказал выслать Марию из Парижа. Враги Ленорман пытались разгадать ее секрет. Так маршал Бернадотт во время лодочной прогулки представился гадалки-коммерсантом. Он рассчитывал, что Мария ошибется в предсказаниях, если не будет знать, кто он на самом деле. Но вместо этого ясновидящая назвала спутнику его настоящее имя и предсказала королевский трон. Действительно, Бернадотт стал королем, потому что по настоянию Наполеона его усыновил бездетный шведский монарх, и он действительно, Бернадотт, потом стал королевской особой. В салон к Черной Марии приходил и сам Александр Первый. Считается, что ему гадалка предсказала выбор – долгую жизнь вне трона или скорую смерть в кресле монарха. Спустя 7 лет в Таганроге император Александр Павлович умер от цепного тифа. Но по одной из версий он инсценировал свою смерть и стал сибирским отшельником Федором Кузьмичом. Многие политики по всем мире пользуются услугами двойников, потому что их жизнь очень много стоит, это очень ценная жизнь, и много желающих покуситься на нее, поэтому это просто меры предосторожности. Насколько это было правдой в случае с Александром Первым, я думаю, вероятность такая есть. Будущим декабристам Павлу Пестелю и Сергею Муравьеву Апостолу Мария предрекла повешение. Декабристы ответили, как мне кажется, очень остроумно, но в нашей стране дворян не вешают, на что госпожа Ленорман парировала не менее остроумного замечания, значит, для вас сделают исключение. И точно для них и еще для троих после провала декабристского путча сделано было исключение. Их казнили. Мария поздно вышла замуж. Она была старше мужа. Его семья не одобряла этот союз. По одной из версий именно свекор поджег их дом. Марию спасли соседи, но ее супруг погиб. Обезумев от горя, Ленорман превратилась в затворницу. Отец этого Пьера не мог перенести мысли о том, что его сын связался, во-первых, с гадалкой, черной Марией, которая несла дурные вести, согласитесь людям. Во-вторых, женщина, которая была намного старше его. И он организовал поджог их дома. гадалка. Гадалка пережила мужа на 20 лет. В июне 1843 года Марию Ленорман нашли задушенной в собственной постели. По одной из версий, убийцей стал один из клиентов провидицы. Якобы суеверный мужчина решил, что черная ведьма не предрекает, а насылает смерть. Мария была готова к этому. Она знала, что она умрет. Более того, после смерти возлюбленного она не особо хотела жить, хотела закончить со всем этим. Недавно в печати появилось несколько книг, якобы перепечатанных рукописей провидицы, сонник и предсказания. Если верить последним, в 21 веке нас ждут смена политического курса и многочисленные природные катаклизмы. Однако эксперты отмечают, никаких доказательств, что эти труды написала Черная Мария, нет. Далее в программе. Проклятие африканского озера Фундудзи. Какие монстры обитают в глубинах водоема? И почему местные жители боятся подходить к его берегам? Люди, которые отхлебывают эту воду или заходят в нее слегка, покрываются струбьями моментально. Неизвестная история ирландского склепа Нью-Грейдж. Кто построил зловещий памятник и кого похоронили в его стенах? Почему исследователи считают его вратами в потусторонний мир? Множественные исследования при помощи счетчиков Гейгера и ультразвуковых детекторов подтверждают аномальные пульсации в пределах каменных холец. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователи утверждают, что разгадали тайну загадочного монстра озера Фундудзи. В переводе с языка «Африканс» это означает «озеро исчезающих духов». Водоем находится в 300 километрах от столицы Юар-Притории. Местные жители из племени Бевенда считают это место проклятым и обходят его стороной. Они верят, что в озере живет древний монстр, пожирающий всякого, кто осмелится приблизиться к воде. Но что скрывается в темных водах Фундудзи на самом деле? Кто охраняет таинственный водоем? И почему всего несколько глотков этой озерной воды способны убить человека? Мы подходим к озеру Фундудзи и поворачиваемся спиной к воде. Наклоняемся и смотрим между ног. Так мы выражаем наше почтение озеру. Так мы поклоняемся ему. Для африканского племени Венда озеро Фундудзи священно. По легенде, в день, когда появился водоем, здесь погибли сотни людей. Эта гора пережила землетрясение. В ней волшебные воды вызвали оболзень и перекрыли подход к реке Мудале. Люди, жившие у подножья горы, были погребены заживо за этими скалами. Отсюда появилось название «Место богов». Река Мудале была заблокирована и образовала озеро Фундудзи. Озеро Фундудзи находится в горах Юар. До ближайшего большого города 300 километров. Единственные жители окрестных земель племя Венда, которое поклоняется белым питоном. Они считаются ожившими духами озера. Якобы змеи появились здесь в день возникновения водоема. Правда, серпентологи утверждают, эта территория из древней считалась местом обитания данных рептилий. Они гуляют здесь привольно. Можно сесть рядом и наблюдать за ними. Они не испугаются. В культуре Венда принято, что если ты убил питона, тебя вызовут к правителю, как будто бы ты загрязнил источник воды. Нельзя убивать змей, живущих у воды. Наш танец Домба имитирует движение питона. Венда много веков поклоняются озеру, однако при этом они считают его воды смертельно опасными. Ни один человек из племени не рискнет искупаться в Фундудзи или выпить воды из него. Европейцы узнали о Фундудзи в начале 20 века, когда в горах по соседству нашли залежи хромовых руд. В 1947 году два брата Гендрик и Якобус ван Блерк, услышав от жрецов племени историю про гигантского питона, отправились на Фундудзи, чтобы поймать монстра. Старейшины Венда рассказывают, что бог озера погубил обоих охотников. Доплывя до середины озера, Гендрик вдруг встал на месте, как вкопанный. Его лодка не двигалась ни взад, ни вперед, хотя он изо всех сил старался грести веслами. Воды озера разомкнулись, появилось огромное чудовище с гигантской пастью и острыми зубами. Проглотило Гендрикса вместе с лодкой. Через несколько лет на озере погибли профессор Бернсайд и его ассистент Такер. Ученые хотели исследовать природу черной озерной воды. Удивленный цветом озера профессор Бернсайд даже попробовал воду на вкус. Вода была темного цвета и с таким характерным затхлым кисловатым запахом и вкусом. Через какое-то время Бернсайд заболел после того как попробовал воду и вскоре умер. Вождь Венда утверждает все кто погиб на Фундудзе были пришлыми и не чтили озерных богов. Но неужели легенда не врет и водоем действительно охраняют некие паранормальные силы? По мнению ученых никаких гигантских змей-богов здесь нет. Специалисты предполагают что скорее всего охотник попал в водоворот. Их часто наблюдают на озере. Кроме того на него могли напасть крокодилы живущие в водоеме. Что касается проклятия воды якобы убившего исследователей на самом деле профессор Бернсайд отравился токсинами принесенными грунтовыми водами из медных рудников. Люди которые отхлебывают эту воду или заходят в нее слегка покрываются струбьями моментально или тут же отравляются и у них наступает глубочайшая сильнейшая интоксикация и врачи не успевают им помочь потому что те ингредиенты которые находятся в этой воде конечно ядовиты. Но как объяснить что десятки людей побывавших на озере в один голос утверждают они на самом деле видели гигантского питона. по мнению ученых это мираж виной которому газовые выбросы. В этом озере внизу бьют источники газа и газ этот вызывает очень сильный галлюцинос у тех людей которые находятся вблизи озера. Именно поэтому всем кто приближается к озеру вдыхает эти испарения кажется что они начинают видеть жутких чудовищ. Однако ученые признают у этого водоема есть своя тайна. Так многочисленные исследования показали что вопреки всем законам физики в этом озере как в море есть приливы и отливы причем уровень воды меняется в диапазоне до полутора метров. Но самое удивительное несмотря на то что Фундудзи питает много мелких ручьев и полноводная бурная река Мутвали каждый час приносящая до 13 миллионов литров воды оно никогда не выходит из берегов даже в сезоны дождей. Британское издание The Telegraph опубликовало собственный рейтинг самых старых построек на планете которые стоит увидеть своими глазами. В десятку вошла гробница Нью-Грейдж в Ирландии. Монументу около 6 тысяч лет. Некоторые исследователи считают что он древнее египетских пирамид. Для ученых до сих пор остается загадкой кто именно построил этот памятник и каким образом он это сделал. Если это гробница то кем были люди захороненные в Нью-Грейдже и как объяснить аномалии которые фиксируют в этих местах. жители Ирландии верят Нью-Грейдж это портал в другой мир древний храм построенный духами стихий фейри даже само название памятника в переводе с ирландского означает волшебный мир дом древних богов этот 11 метровый холм укреплен огромными валунами окружен каменными стражами отделан блестящим белым кварцем и украшен искусной резьбой это сооружение одно из древнейших на планете ему на тысячу лет больше чем знаменитому Стоунхенджу египетские пирамиды младше Нью-Грейджа на 600 лет но кто и зачем построил этот храм в ирландских сказках подобные холмы считаются выходом в другой мир в иной мир фактически это как некий порталы которые вводят нас в иное измерение это мир эльфов фей и ферри то есть тех сказочных существ которые верят кельтские народы по преданию когда первые люди пришли в Ирландию это была земля сказочных существ фей гномов и фейри духов стихи все они поклонялись верховному божеству солнцу однако мифические жители не захотели делить свой мир с людьми после долгой и жестокой войны за территорию фейри решили уйти в другой мир чтобы остановить кровопролитие тогда по всей стране появились холмы врата в царство фейри считается что попасть в волшебный мир можно лишь раз в году первого ноября в так называемую ночь без времени когда фейри сами открывают врата чтобы попасть в мир людей по легенде в эту ночь они ищут себе слуг но самое удивительное что исследователи действительно обнаружили аномальную активность внутри холма и у его защитных колец множественные исследования при помощи счетчиков гейгера и ультразвуковых детекторов подтверждают аномальные пульсации в пределах каменных колец нью-грейндж обладает особой энергией это граница между нашим и иным миром однако по официальной версии нью-грейндж так называемая коридорная гробница во время раскопок здесь обнаружили человеческие останки а также прах от сожженных тел ученые предполагают что это место для жертвоприношения построенное древними племенами приверживаться мекульта солнца эта теория подтверждается конструкцией памятника в день зимнего солнцестояния самый короткий день в году луч солнца попадает в специальный проем так называемую световую коробку проникает внутрь спускается вниз по коридору и освещает всю центральную камеру символизирующую углона самой земли археологи провели сравнение чертежей нью-грейнджа и знаменитого Стоунхенджа оказалось оба сооружения имеют одинаковую структуру расположение центральной камеры напоминает Стоунхендж только здесь каменная крыша сверху прикрыта насыпью из земли и щепня стоит отдать дань древним строителям за пять тысяч лет крыша не протекла для облицовки были использованы одни материалы которые брали из устья реки а именно округлые камни кварц был доставлен из высокогорья огромные монолитные плиты перевозились через огромное расстояние они добывались из каменоломни которая находилась на расстоянии более 9 километров исследователи подсчитали что для строительства Ньюгренджа использовали не менее 200 тысяч тонн различных материалов примерно 300 рабочих возводили храм около 30 лет каждый монолит использованный при строительстве весит от 20 до 40 тонн по мнению ученых из каменоломен плиты доставляли сюда на деревянных катках исследователь Крис О'Келсген предположил что Ньюгрендж храм посвященный жизненному циклу по мнению эксперта на это указывают сохранившиеся на плитах вокруг сооружения рисунки зигзаги круги и спирали ученые эксперты предполагают что в неолитическом искусстве символ тройной спирали изображал цикл рождения и смерти по сути дела цикл космической эволюции ученые до сих пор не могут ответить кто именно построил Ньюгрендж что касается его предназначения специалисты уверены оно менялось со временем возможно изначально это сооружение действительно носило исключительно религиозный характер однако археологические находки говорят о том что позднее возможно с приходом бритов Ньюгрендж использовали как гробницу место ритуальных захоронений правителей или жрецов миллионы людей видели как падают яблоки но только Ньютон спросил почему любил повторять американский финансист Бернард Барух давайте задавать вопросы вместе с вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества субтитры субтитры Продолжение следует...